Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о еще более жестких темах. Темах магии. Той магии, которая часто бывает черная, белая и так далее. О тех функциях рептильного мозга, которые только упоминаются во всех источниках, включая профессиональные психотерапевтические программы, например, в том же самом РПТ, в психоанализе, есть упоминания рептильного мозга и дальше попытки выстроить и соединить ритуальные какие-то действия с тем, как это будет проявлено в жизни. И вот оказалось очень удивительно, когда мы начали нырять на следующий уровень информационный и доставать оттуда информацию. Кстати, это было совсем недавно, пока первая неделя идет расшаривание информации, но просто поражают результаты, потому что выяснилось, что, оказывается, у души есть свой уровень игры, и этот уровень игры может быть нами осознаваем. Более того, мы можем идти вместе с душой в одной, скажем так, упряжке, в одну сторону, и тогда событийные ряды не могут меняться. Более того, в зависимости от того, в каких состояниях мы находимся, то и можно прицепить. То есть представления магические о том, что и страхи, что, например, ко мне прицепят, сделают мне насмерть, или ко мне там прицепят нечто, а я такой белый и пушистый, они сейчас начали разбиваться в пух и прах. И я сейчас это дело поясню. Смотрите, когда мы выходим на определенный уровень взаимодействия с душой, оказывается, что если у нас в нашем третьем информационном уровне мы знали шкалу Хокинса как состояние, шкала состояний, то когда мы выходим на уровень общения с душой, там получается, если человек находится, например, в каком-то диапазоне, здесь мы будем делить на диапазоны, в каком-то диапазоне, в зависимости от того, в каком диапазоне состояний проживает и пребывает человек, то есть как базовых состояний, там есть определенные событийные ряды. И если в самом низком частотном диапазоне там есть, например, события от подножовщины, например, до ДТП страшных, до лишения человека денег, бизнеса и так далее, то есть вот в этом событийном ряду, то здесь, например, он попал в то же ДТП, но отделался легким испугом, а здесь вообще машина пролетела мимо, но могла бы зацепить. То есть и у души, получается, в зависимости от того, в каком диапазоне в данный момент находится ее ходилка-стрелялка и насколько она соответствует на данный момент игре души, душа выбирает из этого диапазона те события, которые будут сниматься в этом фильме, для того, чтобы фильм был для души более-менее интересен. И для души, получается, очень важно, потому что она тоже набирает очки, и важно как можно больше набрать очков. Ей не нужно гробить тело, грубо говоря, но ей важно набрать как можно больше очков осознаний. И если человек, например, не хочет развиваться, не хочет ничего менять, не хочет ничего двигаться, находится в каком-то частотном, достаточно низком состоянии, например, агрессивном, то, выходя вот в этот диапазон души, обращаешься к ней, и вот то, с чем я столкнулась, например, недавно, когда начинаешь говорить, душа, например, в определенных состояниях для конкретного индивидуа вообще вот эти диапазоны не рассматривает верхнее, потому что индивид находится внизу, у нее нет права рассматривать эти варианты. И она начинает делать предложение. Ну вот из того, чем я работала, мы заменили по ножовщину, заменили на ДТП, и нормальный, буквально в течение суток я узнаю, что ДТП уже случилось. Но это легкий вариант из этого диапазона, это где-то мы сюда переместились, а был здесь. А вообще убрать все. Для этого надо, чтобы человек изменился, иначе не получается. И вот получается, если мы берем рептильный мозг, берем рептильный мозг, например, человека, и человек выполняет какие-то ритуальные действия, каждому ритуальному действию прописан определенный диапазон каких-то влияний. Если душа человека находится здесь, так ты хоть ламбаду танцуй, ты ему насмерть не сделаешь, потому что душа не пойдет насмерть. А если ты находишься здесь, то очень легко приклеится и вот тебе на тот свет. И получается, что так или иначе, душа заставляет эту ходилку-стрелялку двигаться. Потому что точно так же над душой в ее симуляции стоит та душа, которая заставляет ее двигаться. И поехали, поехали, поехали. И вот уже интересно, что вот эти диапазоны частотные для души тоже можно разделять. То есть душа, она тоже имеет достаточно сложную структуру, не нашу матричную, но наше сознание позволяет учитывать вот эти вещи и понимать, что вот просто так взять и херячить что-то человеку невозможно. Если на предыдущем информационном уровне понятно было, что если ты программу зацепишь, например, за чувство вины, то она въедет и будет исполнена в любом случае, да, какой-то, например, на возврат денег, то вот в этом частотном диапазоне здесь уже смотришь в соединение с душой. Оказывается, что уровень игры уже достаточно более сложный получается. И есть чего изучать на самом деле. Но это еще не все. Получается, что слушать, слышать свою душу – это одно из самых важных, один из самых важных моментов в жизни человека. Если ты душу не слышишь, то вот эти вот все вещи вообще неуправляемы. Это как ехать на автомобиле, на котором ты не умеешь ни рулить, ни пользоваться педалями. А по сути дела человек и проживает в своей жизни тем, что педалями-то он и не пользуется. И рулит как хочет. Но более того, получается, что вот в нашей симуляции душа – это игрок. Но становится очевидным, что есть тот, кто прописывал эту симуляцию, программист. Если есть программист, мы можем это предположить, что он есть, да, это само собой должно вырисовываться, то значит должны быть в душе какие-то информационные закладки для того, чтобы менять настройки игры изнутри симуляции. И вот эти вот моменты, они сейчас становятся весьма-весьма увлекательными для изучения. Вот из того, что мы сейчас занырнули, как это все применить к жизни человека? Ну вот я-то рассказала, теория – это теории. Как это можно применить к жизни человека? Вот живет человек, баба Дуси, и как бабе Дуси помочь ей что-то изменить? На самом деле самое важное получается услышать Душу и изменить базовое состояние, изменить диапазон. Диапазон, изменить, по сути дела, диапазон, событийный ряд. Вот когда мы смотрели пространство вариантов, там оно так и шло закладками, ярусами, да, там энергия, информация, энергия, информация. Событий как таковых нет. То события могут нарисоваться любые. Но в данном частотном диапазоне, если меняется диапазон, событие оттуда перепрыгивает. И получается, если человек осознанно слышит Душу, он осознанно может менять диапазон своих событий и осознанно разворачивать тот событийный ряд, который ему нужен. Представляете, как круто? А всего лишь надо услышать Душу. Как услышать Душу? Что нам мешает слышать Душу? По большому счету, вот Душа тут, а мы где-то, Тело тут. А между ними здесь есть сознание и подсознание. А в подсознании много травмирующего мусора в виде установок каких-то рептильных инстинктов и так далее, и так далее. Получается, отрабатывая вот эти ресурсные травмы, назовем их сразу нормальными словами, мы освобождаем дорогу. Мы освобождаем дорогу ровно с теми травмами, которые на данный момент есть. Если мы все подряд будем гребти, мы тоже превратим все просто в процесс выгребания, вместо того, чтобы играть в жизнь. Нам надо выгребать то, что нам по мере мешает. Мешает – убрали, мешает – убрали. Устанавливается эту связь. Таким образом, из того, что нам надо, это работа с какими-то эмоциональными проявлениями, работа с состояниями, обучение управлять внутренними состояниями, режимами торможения мозга и так далее. То есть, ну, в принципе, то, чем мы и занимаемся – осваивать состояние трансовое и вводить их в жизнь как норму, осознанную норму для того, чтобы это все делать. А чтобы это все делать, надо освоить позицию первого наблюдения. Без нее вообще вся эта игра не будет иметь смысла. По сути, дело просто. Просто бери и тренируйся. Более того, я уже задание дала людям, чтобы они под это дело приготовили обучающие программы. Причем отдельно для психиатров, психотерапевтов и отдельно для широкой аудитории. Я думаю, что в ближайшее время это появится на свет. Одна уже появилась, скоро стартует, а одна скоро еще появится. А мы углубляемся дальше, господа. Дальше, дальше и дальше.